Новый игровой процессор. Допиленные камеры. Поддержка 5G сетей, которые большинству из нас правда не нужны. Внешность очень походит на Poco X3 NFC. Внутренности просто копия Realme 7 5G, правда попроще. И не важно кто с кого скопировал и что. Главное кто будет продавать дешевле с большей оптимизацией. В пользовании этот телефон у меня более трёх недель. До этого был стрим на него не позитивный. Конский ценник у родного ритейла с безумным количеством рекламы на всех топовых площадках, включая ютьюб. Адекватная цена на алиэкспрессе, инфракрасный датчик, мини джек и стереозвук. Видео телефон снимает в 4к 30 фпс. Что вполне достойно. Думаете всё так радужно? К сожалению совсем нет. Сейчас расскажу. Тьюб 779 Всем привет вы на канале Польза нет. Меня зовут Саня. Ежемесячно я разыгрываю 5 ми бэндов 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Конкурсов под конец месяца всегда много. Все условия в описании. На данный момент в розыгрыше уже 13 девайсов. 6 роликов в неделю я выгружаю, по воскресеньям провожу стримы. А сегодня я расскажу вам о новом смартфоне сяоми редми ноут 9т 5G. И по ходу я буду сравнивать данный девайс с рилми 7 5G. Чтобы не оставалось вопросов, в конце я скажу какие телефоны по моему мнению лучше. Альтернатива – это всегда хорошо. Начнём. Пакинг максимально стандартный для телефонов редми. Внутри упаковки чехол. Плотный. Нажимать в нём кнопки лично мне не особо удобно. Скрепка. Блок зарядки на печальные 22,5 ватта в рилми на 30 ватт. Телефон и документация. Физический телефон – просто копия Poco X3 NFC. Только легче на 3 грамма и экран стал меньше. Да и плюс ширик вырезали. Размер практически идентичен рилми 7 5G. Только у редми на 0,3 дюйма больше экран. И на 2 мм он соответственно шире. Но начнём с ходу с печального. Зарядка 22,5 ватта. При том, что телефон принимает только максимум 18 ватт. До 50 процентов с нуля у меня телефон заряжался 51 минуту. С нуля до 100 процентов – 2 часа 5 минут. Может это дело в пофиксят. Может у меня опять какой-то брак. Но не факт. И я очень сильно сомневаюсь, что это так. Время зарядки рилми озвучивать я не буду. Настолько разницу удручает. Спойлер – рилми заряжается почти в два раза быстрее. Обзор на рилми 7 5G вы кстати можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу экрана. Летим к экрану. Все характеристики как и результаты синтетических тестов вы сейчас видите. Как раз пока я рассказываю, вы сможете их оценить. И сравнить их для себя. Но обращу ваше внимание на основное. Экран IPS матрица. Никакого здесь амоледа. Хотя я люблю больше амолед. Но дешёвых их не бывает. Разрешение Full HD+. И плотность пикселей у редми ноут 9т меньше чем у рилми. Пусть и незначительно. И если у рилми экран желтит, у сяоми он слегка отливает синим. Защитная плёнка от производителя довольно неплохая. Плюс у рилми 120 герц. А у сяоми герцовка всего 60. И больше она не станет. И это та ещё печаль. Плотность пикселей также больше у рилми. Пусть и незначительно. Повторяюсь, но это важно. Потому что все говорят экраны одинаковые. Нет. Они по разному плохие. И не забываем. Сяоми выпустили телефон в январе 2021 года. А рилми в ноябре 2020. Так что кто у кого забирал идеи ещё вопрос. И кто кого копировал. У сяоми кстати защитное стекло горилла глаз 5. Что вполне достойно для такого ценника. Корпуса у обоих телефонов из пластика. У сяоми корпус по мне тактильно интереснее и приятнее. В редми ноут 9т можно запихать две физические симки в салазки и карту памяти. У рилми лоток гибридный. Это минус. Или одну симку и карту памяти или две симки. Только так. Плюс минусом здесь идёт то, что у рилми нет резинки у лотка, а у редми она есть. Хоть какая то, но влагозащита. Разумеется защиты от влаги официальной нет ни в одном ни в другом телефоне. Процессоры идентичны. Это медиатек дименсити 800у. Если говорить о том нравится ли мне медиатек и выбрал ли бы я его вместо куалкомовского процессора однозначно не выбрал бы. Потому что всё это красиво на бумаге, а в реальности всё подлагивает. И если говорить о синтетических тестах. Рилми в антуту делает сяоми минимум на процентов 10. Ведь только оперативная память у рилми в минимальной комплектации 6 гигабайт. А у редми только 4. И это конечно ещё как влияет на тесты. С другой стороны у редми в версии 128 гигабайт внутренней памяти тип памяти UFS 2.2 на 64 гигабайта 2.1. А у рилми только одна версия памяти внутренней. Дальше интереснее. У редми есть сканер отпечатков пальцев. Так же в кнопке питания. Так же быстрый и такой же у рилми. LED индикатора как и в рилми 7 5G у редми ноут 9т нет. Компас есть. Акселерометр есть. Гироскоп есть. Датчик приближения. Датчик освещенности. И что очень круто – инфракрасный датчик для управления бытовой техникой. В обоих моделях есть мини джек для подключения проводных наушников. У сяоми в отличие от рилми есть стерео звук. Вообще у рилми даже учитывая что звук моно он печален. Оба на андроидах 10 версии. NFC поддерживаются обоими девайсами. Разблокировка по лицу работает хорошо и там и там. Максимум в память заводится 5 пальцев у редми. Одинаковые видео ускорители. Тест на троттлинг оба проходят приблизительно печально. Но особо печально как и вы видите проходит редми ноут 9т. А вот 3д марк сяоми просто не поддерживает. Что странно. Ведь рилми без проблем в нём прогоняется. Видеопроцессор отрабатывает неплохо, но не лучше чем в том же редми ноут 8 про. И хуже чем в рилми 7 5G. Больше текстуре. И это да. Это чистой воды оптимизация. Дело не в железе. Дело было не в бобине. По камерам тоже близко. Примеры съёмки вы сейчас видите. Но как не печально это признавать у сяоми даже у основной камеры нет ширика. В рилми ширик есть. Плюс в рилми можно снимать слоумов в 240 фпс, а в редми – только в 120. Фото и видео мне понравилось. И у фронталки оно понравилось тоже. У Poco X3 NFC для примера камеры однозначно лучше. А стоит он примерно так же, кстати. Если ваш ребёнок решит покопать и у вас сяоми Redmi Note 9T, примерно так это будет выглядеть на камеру. Давай, пошёл. Работай, 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 работай. Xiaomi Redmi Note 9T тест камеры в Муринском парке. Он, конечно, маленький. Света, в принципе, достаточно. Хотя пасмурно. Ветер минимальный, как пишут микрофон и вы сейчас слышите. По мне пишут они неплохо. Что у нас с автофокусом? Сейчас оценим. Хлоп. Хлоп. И ещё разок. Вроде бы ничего. И плавности тоже хватает. 4К 30 фпс пишет. По мне, довольно неплохо. Сейчас попытаюсь снять уток. Если он будет фокусироваться на них неплохо, это будет более чем круто. Вот так они зимой здесь живут. Опа. И одинокий голубь, которого утки не выгнали пока. Redmi Note 9T настоящий тест видеокамеры. Почему настоящий? Потому что неплохо задувает ветер, не особо хорошее освещение. И здесь точно такое же место, в котором я тестировал телефон на Realme 7 5G. Это было совсем недавно. Также я увеличивал в 10 раз этот угол дома. Только сейчас X6. Это максимум для данного телефона. А там был X10. Ну, учитывая какой там был X10, в принципе, не особо важно, есть он там или нет. Снимаю с двух рук. Как пишет картинку, как пишет звук, вы сейчас слышите без всяких петличек. Вот так телефон у вас будет записывать то, что вы будете снимать на улице без штатива, с двух рук. И с автофокусом здесь, я бы сказал, хуже все, чем у Realme, при том значительно. Но кому-то, может быть, это будет неважно. Тест камеры еще будет, но на данный момент ничего плохого не вижу. Даже вроде бы как-то плавнее. С одной стороны, с другой стороны, проблема с автофокусом. Видео стола при недостаточном освещении. Громко играет музыка. Надеюсь, из-за этого ролик не забанят. Вот так примерно будет выглядеть попытка съемки в помещении с освещением не идеальным. Fortnite на Redmi пока не поддерживается, в принципе, как и в Realme 7 5G. Вот он, хваленый медиатековский процессор. Да и троттлинг тест Redmi Note 9T, по мне, проваливает, конечно, отменно. Возвращаюсь к данному факту, но вы же понимаете, что если здесь все плохо, в жизни тоже все плохо будет. Аппарат просто так в синтетике не гоняют. Понятно, что это не отражает на сто процентов того, каким образом он будет у вас конкретно себя вести. Возможно, вы будете просто ползать в интернете и слушать музыку через Яндекс.Музыка. А может быть, вы решите поиграть. И вот когда вы решите поиграть, вы вспомните мои слова. Автономность. У аппаратов одинаковая емкость. 5000 мАч. И автономность, которой вам хватит на дня полтора. Цена по ссылке в описании к видео на Redmi Note 9T в районе 199 долларов. Думаю, на распродажах будет в районе 170. И логично, что это цена для версии на 64 гигабайта. Во время распродажи часто проводятся сейлы. Промокоды со скидками на алиэкспрессе можете взять в моём телеграм канале по ссылке в прикреплённом комментарии. Если есть что-то выгодное, я обязательно туда скидываю. Плюс скидываю то, что я покупаю. Для своих обзоров. Понятно, чаще по выгодной цене. Зачем мне покупать не выгодно. На Realme 7 5G цена стала космос. А именно 249 долларов. А покупал я его по предпродаже за 199 долларов. Ощущаете, насколько стала серьёзная разница между начальной продажей и на данный момент. А если вы посмотрите, сколько Realme стоит в русском ритейле, у вас вообще будет инсульт или инфаркт. Потому что они не просто страх потеряли. У них совести вообще никакой. Такое ощущение, что этот бренд тупо не хочет продаваться в России. Резюмирую. За эти деньги вы можете купить Poco X3 NFC, который будет лучше для игры, фотографий и видео. Или на сейле Poco M3, который будет дешевле его реально купить за 136 долларов. А Realme 7 5G или Redmi Note 9T оставьте рекламщикам или блогерам. Ну а если вы готовы платить немного больше – берите OnePlus Nord N10 или Realme 7 Pro. Обзоры на них в правом верхнем углу – они и правда хороши, а не просто для лишнего хайпа. Нам 5G пока не нужен. И ещё не скоро будет нужен. Поддержите лайком мой подход к обзорам и напишите в комментариях, что вы ещё хотите увидеть, чтобы я это дело купил и пообозревал. Подписывайтесь с колоколом. Сегодня закрытый стрим для спонсоров по понедельникам с розыгрышем. Умных часов Huawei вот GT 2. 28 числа будет общий розыгрыш на 13 девайсов. Напоминаю, приходите, разыграем. Девайсу да или нет – польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья!